Доброе утро! У нас в студии появился гость Максим Старовойтов, студент Красноярского государственного художественного института. Максим, доброе утро! Доброе утро! А Максима почему мы пригласили? Потому что он, как представитель, скажем так, классической художественной школы, ему будет максимально, как нам показалось, непривычно работать с новым инструментом. Это 3D-ручка. Почему максимально непривычно? Мне кажется, художники вот с чем работают. Ну, художники, понятно. Вот мы сейчас и проверим, как справится Максим. 3D-ручка, это ручка, которая 3D-тексты пишут? Это когда рисунки оживают. Вот у нас стоят примеры 3D-ручек. Можно создать в воздухе все, что угодно. Даже какие-то портреты, объемные стаканы, машинки, вот кран, дерево. Что, приступим, Максим? Да. А зачем вот вам инструменты? Вы еще какие-то вспомогательные вещи взяли? Ниточки оставляют, я пробовал немножко ей пользоваться. Их имеет смысл обрезать. Вам какой рисунок больше нравится? Что вы хотите сделать? Сталина, очки или Эйфелеву башню? Оригинальный вариант. Это мы у Васильевича купола отобрали. Так, давайте. Нет, на самом деле вот эта 3D-ручка, почему я с особым трепетом ее держу в руках, потому что это крутая вещь для рукодельников. Я очень завидую тем, у кого есть. Держите, я буду подавать материал. Это как в 3D-принтере, там же тоже такие, как это, АБС-пластик. Больше проводов, как вы думаете, тебе будет удобно, если она будет, ну, хватит провода длины? Наверное. Не разговаривать, человек искусство. Ну, это сконцентрировано на процессе, что ты, что ты с этим провода хватит. Все нормально. Так, провода хватит. У нас есть цветные ленты, но я думаю, что Сталин идеально будет именно черной краской. Только звезду надо красной. Звезду сделаем красной. Золотую. Красной. То есть, в принципе, подобно 3D-принтеру, который волокнами тоже рисует и создает объем, и здесь та же примерно система. Горячая? Нет, она быстро застывает. Так. Ну вот, что касается рисунка, то есть мы будем на рисунке обводить этим пластиком, а потом отсоединим его от бумаги. А вот такие вещи, как кран, они рисуются прямо в воздухе, то есть там поднимаются. Без шаблонов? Ну вот, такие вещи, как кран, это то, что мы в детстве, помните, выкапывали из целлофана, который плавился, да, вот на палку его намотал и капаешь. Ну, было же такое, да, у всех там на лужи куда-то. Сейчас вот у подростков, детей, да и взрослых людей есть возможность свои как-то идеи воплощать вот в такой приятный вид. Сейчас, да, это технологичнее. А насколько это дорого, ребят? Пока что дорого. Я вот думаю, может быть, в складчину с кем-нибудь купить 3 990 рублей. А сколько стоит это? Это только ручка. А к ней еще стержни, 5 цветов, это, по-моему, в общей сложности 150 метров, 750 рублей. Ну, то есть нужно запастись 5 тысячами рублей, чтобы и ручку купить, и расходники вот эти. 150 метров? Да. А сколько 150 метров? Что из этого можно сделать, чтобы я понимала? Вот сколько на Сталина уйдет? Сейчас посмотрим. Пока, в принципе, расход небольшой. Вот есть, что касается каких-то декоративных совсем вещей, вот сережки. Аксессуары же. Ну да, какие-то мелкие бусинки можно делать из этого пластика. Он быстро застывает, и благодаря этому, в принципе, предела нет. Максим, ну как относительно простых ручек и карандашей вам работает с этим новым прибором? Он работает, это точно. Ну, вам удобно? Да, нормально. Мне вообще кажется, вот так со стороны смотрю, что... Практически рисую. ...особо не отличается, да, от рисования. Так. А давайте, чтобы показать вот возможность объема этой ручки, волосы сделаем объемными. Можете поподнимать вот это волокна пластиковые? Да, Василий сказал правду, не вижу нигде дешевле трех с чем-то тысяч. Нет, есть... Это в Красноярске, причем 3,990. Я искал просто по российским сайтам. Где-то есть и за 5 точно такие же ручки. Только ручка. Есть и за 7. То есть сейчас кто на что гораст, такие цены, в принципе, и делаем. И вот интересно, это так вот для досуга или, в принципе, в промышленном производстве тоже где-то это удобно будет? Вообще есть презентационные видео, где архитекторы, ну, создают небольшие какие-то пробные модели небольших зданий, чтобы использовать это в макетах. Я думаю, вот для таких людей, кто мыслит в объеме, им максимально это будет. Мне кажется, мы можем взять небольшую паузу для того, чтобы Макс смог спокойно дорисовать, а потом покажем результат. Покажем готового Сталина. Мы продолжаем тут фантазировать с 3D-ручками. Вы хотите, может быть, усы сделаете? Я-то уже экспериментировал. Я звездой вам нарисую. Вдруг вам неплохо получится. Давайте так же сделаем это за кадром. Сейчас прервемся на рекламу, а потом вернемся в нашу студию, чтобы посмотреть результат. Мы возвращаемся к 3D-ручке и к Сталину, которого мы сегодня изображаем при помощи этой новой технологической новинки. И уже переходим к глазам. Уже, да, практически портрет вот-вот и будет завершен. Я напомню, что помогает нам совладать с новинкой художественной и вот новинкой такой творческой. Максим Старовойтов, студент Красноярского государственного художественного института. Я так вижу, непросто какие-то мелкие детали делать, да, потому что пластик пытается тянуть. Он оставляет нитки. Потому что он рвется ввысь, ему хочется объема максимального. Василий, а ты смотрел презентационное видео, я, кстати, тоже его видел в интернете. А есть уже какие-то самоделки от людей глобальные? Не наблюдал ты такого? Ну, к счастью, пока люди с 3D-ручками не перешли к преступным вещам, как люди с 3D-принтерами, которые пистолеты печатают на 3D-принтерах. То есть пока только в мирных целях какие-то мелочи делают, какие-то детальки небольшие. Моделисты активно используют, кто делает вот эти военные реконструкции с военной техникой миниатюрной. Вот они тоже используют эти 3D-ручки. А можно что-нибудь есть заклеивать, наверное, 3D-ручки? Она же клеит. В принципе, тот же пластик, да, можно использовать, как жидкие гвозди. Ну, вот, кстати, некоторый пластик не очень приятно пахнет. Этот вполне себе, да? Ну, есть небольшой там запах, но не критично абсолютно. Так, усы у нас уже готовы. Сейчас дойдем до пугов. Чуть-чуть осталось. Давайте лицо дорисуем, а вот кисель уже оставим. Так, а может быть, мы сейчас уже попробуем? Я звезду хотела дорисовать, но... За кадром дорисуешь звезду. Ухо. На самом деле, это интересно наблюдать за этим процессом. Если вы думаете, какой подарок подарить своему ребенку, да, чтобы он не портил, например, стены или обои, то это, в принципе, такой неплохой вариант, который развивает не только, да, руки, но и воображение, потому что нужно действительно рисовать 3D. Еще раз можете посмотреть то, что у нас представлено на столах. Это вот и кран подъемный, и дерево. Я даже знаю ребенка, который был бы очень рад такому подарку за 3,990. Я знаю такого 20-ти с чем-то летнего ребенка, да, малыша. Я прям вчера сидел, думал, думал, копался в интернете, думаю, найду дешевле, куплю точно. Не нашел дешевле, вот теперь думаю, как бы... Причем, я так вижу, что на этом сайте, да, на котором продают эти ручки, можно распечатать как раз вот эти рисунки... Ручки, которые нужно не отрываясь нарисовать, ну, или склеить, чтобы потом подняв, а это вот составляло одно целое. Вот интересно, а ждать нам долго надо, чтобы... А уже все, давайте попробуем. Так, вот, внимание. Сейчас. Глаза не оторвите. Глаза не оторвите. Ой, глаза не дай бог. С вождем надо аккуратнее. С вождем мы будем аккуратнее. Смотрят и взрослые люди сейчас. Поэтому я даже прикасаться не буду, только издалека. Сейчас самое сложное у Сталина, это у Цы, конечно, после характера. После характера. Вот, ну, если бы у нас было бы больше времени, так, надо на белом фоне каком-то, так, давайте я на себе покажу. Сталина на тебе нет. Почему нет? Вот же он. Правда. Смотрите, это получился такой объемный, ну, как плоский вот так, но объемный рисунок. Если бы мы рисовали вверх, там, добавляли слои, то у нас могли бы быть усы более объемными, там, и так далее. Мне очень нравится. Так. Ну, можно я вот это, давайте это отпаяем, голову. Ой. Ну, все, развалилась. Все, развалилась конструкция. Как вы могли, Василий? Ну, в общем, эксперимент в целом удался. Мы действительно увидели, что можно при помощи 3D-ручки и пластика творить все, что угодно, в том числе и лица. Давайте припаяем, а потом он на нашу белую стену туда и наклеен. Можно же отремонтировать. Конечно. Максим, мы вам говорим огромное спасибо. Сегодня нам помогал Максим Старовойтов, студент Красноярского государственного художественного института. Поговорили про 3D-ручки, а сейчас переходим к киношке. Видимо, неспроста мы Сталина сейчас изображали, да? Да, разные люди. Сейчас пойдет речь у нас про фильм под названием «Живая сталь». Три года назад вышел этот фильм на большие экраны. Про роботов, которые боксируют на чемпионатах вместо людей. Фильм имел большой успех. И одним из продюсеров был Стивен Спилберг. Неудивительно, что большой успех был у этого фильма. Давайте посмотрим, как все это снималось, и послушаем некоторые интервью со съемочной площадки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok